Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я покажу вам свой заказ из интернет-магазина Шарм Бьюти. Это уже второй мой заказ. Первый у меня очень большой был. Если вы не видели, то в конце этого видео я вставлю ссылочку. Обязательно посмотрите. Я много чего интересного там заказала тоже. И надеюсь, что этот заказ будет вам не менее интересно посмотреть. Итак, это все заказала я сама. Вот вы можете видеть счет-фактуру. Это не обзорные продукты. Итак, давайте начнем. Сначала я буду вам показывать продукты уходовые. И потом уже перейдем к декоративной косметике, то есть к лакам непосредственно. Итак, первое, что я заказала. Это моя любимая. Уже несколько лет пользуюсь. Жидкость для снятия лака с миндальным маслом без ацетона от Пупа. В этой бутылочке 120 мл. Пользуюсь регулярно. Уже не знаю, какая это по счету бутылка. На этом сайте мне очень понравилась цена. Если я не ошибаюсь, 180 рублей. В ревгоше под 300 мл она стоит. Так что очень выгодно купила. Рекомендую вам. Она не сушит кутикулу, не сушит ногти. Ну, отличная просто жидкость. В общем, если вы ищете идеальную жидкость, вот это она. Следующее, что я приобрела, это тоже очень нужная вещь. Это жидкость для разбавления лака для ногтей. От марки Эль Коразон. В этой бутылочке 80 мл. И она входит в серию «Идеальные ногти». И данная жидкость для разбавления лака также подходит идеально для работы со стемпингом, протирания плиток, штампиков и скребков. И вот я заказала сразу 3 бутылочки. Одной я уже пользуюсь. Понравилось мне это средство. Действительно, после работы с пластинами для стемпинга очень классно ей протирать. Ну, чтобы как бы уже, когда вы завершаете работу, во время стемпинга я, конечно, пользуюсь подешевле, жидкостью с ацетоном. А уже в конце протираю вот этой вот жидкостью. И пластинки в идеальном состоянии. Очень хорошо обезжиривает. Далее, заказала, я прочитала в группе «Шарм Бьюти ВКонтакте», что вот это средство, это хит-продаж от марки «Новости» в «Профессионал» «Интенсивный уход крем-сос за поврежденной кутикулой». У этой марки очень много вот таких интересных продуктов. Все они идут вот в таких маленьких тюбичках по 20 мл. Это такие мягкие тубы пластиковые, сделанные вот под металл, серебро. И вот этот крем, он содержит пантенол и витамин Е. Также масло овса и масло карите. Вот, также он идет против заусенцев. Я уже пользовалась для кутикулы, после маникюра использовала. Крем пришел зафольгированный. И он вот такой вот белый маленький, белый кремик. И он очень хорошо питает, причем впитывается довольно-таки быстро. Приятный довольно-таки аромат. Мне понравился. Я могу вам смело рекомендовать. Действительно, очень хорошо для кутикулы подходит. Если ежедневно наносить, то это вообще просто супер. Следующее средство, за которым гоняются многие лакоманьяки, не знают, где его найти. Вот, пожалуйста, скажу вам, что вы можете приобрести это замечательное средство на сайте Charm Beauty. Это Cuticle Remover. Это жидкость для удаления кутикулы. Называется она Blue Cross. Это американская профессиональная марка. В данной бутылочке 50 мл. Но также там есть емкости побольше. По-моему, 100 мл. И почти, что чуть ли не литр есть даже. Для салонов вот тоже очень хорошо его приобретают. И почему же он такой замечательный? Сейчас я вам покажу. Вот в этой маленькой бутылочке удобно, что здесь в крышке есть кисточка. Удобная кисточка небольшая, с помощью которой вы наносите вот эту вот жидкость. Это именно жидкость. Это не гель, ничего такое. Это белого цвета жидкость. Вот, хорошо видно. И ее нужно очень аккуратно наносить на кожу вокруг ногтя. На боковые валики. Потому что она очень быстро разъедает. Все, даже сильные огрубелости. Вот, поэтому нужно, если у вас чувствительная кожа или есть какие-то повреждения, ранки, то нужно быть предельно осторожными, аккуратными. Потому что иначе может разъесть очень сильно. Вот. Вот. В общем, если вы ищете идеальное свое средство, ну вот это вот, это самое сильное средство, которое я когда-либо встречала. Потому что я делаю только безобрезной маникюр. И вот эту жидкость нужно наносить не на все ногти сразу, а именно по одному. Потому что его не нужно держать. Вы только нанесли, и сразу же апельсиновой палочкой или пушером удаляете. Вот. Ну, отличное средство. Я очень довольна. И оно относительно недорогое. Также далее приобрела я для удаления кутикулы новую пилочку себе от марки Molecule Professional. Пилка для кутикулы используется на сухой коже. Бережно стирает только огрубевшую кутикулу, не повреждая живую ткань. Пилка препятствует микротравмам, и кутикула растет не так интенсивно, как после обрезного маникюра. При регулярном использовании такой пилочки увеличивается интервал между маникюрными процедурами. Пилочку легко мыть, можно дезинфицировать, чистить мягкой щеточкой. Пилка эластична, легко гнется и не ломается, что позволяет ей обрабатывать ноготь под любым углом и любой силой нажатия. На обработанное место нужно нанести масло для кутикулы, либо крем. То есть это идет пилочка именно. Она лазерная, с алмазным напылением. Написано, что для кутикулы и ногтей, но на ногти я бы вам не советовала, конечно. Она идет вот в таком бархатном чехольчике. Подобную пилку я в Меге у нас в Питере покупала за 1000 рублей. Это, конечно, сумасшедшие деньги. Здесь она стоит 240, что ли. Я вот уже пользовалась, можно видеть. И как она работает. Вы берете пилочку, прикладываете вот таким вот образом на боковой валик или на кутикулу и начинаете вот так вот спиливать. У меня спиливать особо нечего, но если есть, то она вот так вот все, вот эти сухие места, очень хорошо спиливает. Вот. И достаточно потом смазать ручки кремиком, и у вас идеальные ухоженные ручки. Отличная пилочка. Действительно, она не травмирует кожу. Идеально подходит как для маникюра, так и для педикюра. Присмотритесь. Название на все продукты, которые я показываю, я обязательно оставлю внизу под видео в инфобоксе. Следующее, что я купила, заказала знаменитые трафареты от Эль Куразон, самоклеющиеся для французского маникюра и дизайна ногтей. Это у меня четвертый наборчик. Вот написано 260 дробь 4. Вот их всего 4 варианта бывает. Здесь показано, какие бывают наборы. Вот я выбрала вот такие. Сейчас я вам покажу. Здесь сложено получается вот так. Два листочка. И на каждом листочке по 3 разных дизайна. Здесь вот такие треугольники, полоски, вытянутые треугольники, волны, мелкие и крупные, зигзаги и еще один вид треугольников. Супер просто. И здесь такой же точно листик. То есть их довольно-таки много. И стоят они тоже, по-моему, то ли 60, то ли 80 рублей. То есть тоже выгодно. И еще одни трафареты от марки Nail Fabrica. Это уже идут виниловые трафареты. Эти трафареты, они имеют специальный язычок, который обеспечивает легкость снятия трафарета. Вот. И я выбрала вот такие вот. Здесь спиральки вот такие. Тоже волны. И вот такие галочки. Ну, номер тоже этого трафарета обязательно напишу вам. Следующее, что я приобрела, это уже у нас пойдут декоративные средства. И первое, что вам покажу, это топ вот такой. От El Corazon. Называется он Топ как гель-лак. Номер 434. 16 мл. Здесь имеется шарик. Вот внутри. Пока я этот топ еще не пробовала, не открывала, потому что у меня есть в пользовании пока открытые топы. Но этот топ, написано, что он подходит для закрепления стемпинга. Собственно, для чего я его и купила. Но пока у меня есть топ от Конат, поэтому этот топ я не буду использовать. Если вы такой пробовали, напишите мне, пожалуйста, как он вам понравился. Нет, как быстро ли он сохнет на ногтях, смазывает ли он стемпинг или действительно не смазывает. Буду ждать ваши комментарии. Следующее от марки El Corazon. Заказала я активный биогель. 16 мл. Из серии лаков Шиммер. И это оттеночек номер 15. Это вот такой замечательный перламутровый лак. Не зря эта коллекция называется Шиммер. Потому что это чисто перламутровый лак. Он белый и имеет теплый розовый подтон. И также еще немножко уходит в зелень. Кисточка обычная длинная, как у всех биогелей корозоновских. Конечно же, вот этот вот биогель он свободный край вам не перекроет. Я думаю, чтобы полностью покрыть ногтевую пластинку, чтобы не просвечивал свободный край, нужно нанести не менее будет трех слоев. Вот. Сейчас я вам покажу на ромашечке. Вот здесь вот этот лак в один слой у меня покрашен. В общем, обычный такой лачок. Но за что я люблю биогели? За то, что они способствуют укреплению ногтей, способствуют росту ногтей. С ними ногтевая пластинка становится толще со временем. И еще они, конечно же, очень-очень красивые. Следующий лак тоже от Эль Коразон, но уже из серии Мат Эн Шайн. Даже пузырек у него вот такой из матового стекла. Это оттеночек номер 162. Вот такой фиолетовый шиммерный лак. В прошлом своем обзоре я вам показывала точно такой же зеленый изумрудный, который мне очень понравился. И в этот раз я решила заказать еще вот такой фиолетовый. Чем мне нравятся эти лаки? Тем, что ими можно не только красить ногти, но также использовать их для дизайна ногтей как лак для стемпинга, как краску для стемпинга. Вот. И сейчас покажу вам его. В общем, вот такой вот симпатичный фиолетовый плотный лак. эти лаки очень быстро сохнут. За что они мне тоже еще и за это очень нравятся. Следующий лак также отель Куразон, но уже из другой коллекции. Это Калейдоскоп и коллекция называется Грезы о весне. Номер 07. Травка зеленеет, солнышко блестит. Также в прошлом обзоре я вам показывала лак один из этой коллекции и вот еще один тоже приобрела с удовольствием. Это нежно-зеленый крем и в нем находятся мелкие-мелкие синие блесточки. Вот такой вот он красивый. Вот очень хорошо блесточки видны. Замечательная текстура у этого лака. Кисточка очень удобная. Красить им одно удовольствие. Вот такой красавчик. На весну будет просто потрясно. Буду делать когда третий заказ насмотрела еще один лак подобный тоже зелененький. С удовольствием куплю. И вот так он смотрится на ромашке. Видите какой красивый. Родной глянец у него тоже очень симпатичный. хороший. Следующий лак уже не отель Корозон, но от не менее замечательной марки. Это французская марка Софин. И заказала я еще один песочек себе в коллекцию. Сейчас я очень очень люблю носить матовые покрытия на ногтях и текстурные особенно пески. Поэтому когда я увидела такой необычный песок искрящийся красивый то с удовольствием приобрела. В этом магазине лаки Софин стоят на удивление дешево. Вот и этот лак в оттенке 266 Покажу вам кисточку Кисточка удобная Также в прошлом своем обзоре я вам показывала мятный песочек от Софин и с удовольствием купила вот такой искрящийся розовый И сейчас покажу вам на ромашке В один слой на ромашке он выглядит вот таким вот образом Видите розовый отдающий в серебро с такими серебристыми вкраплениями Очень красивый Следующий лак от марки которая мне понравилась ничуть не меньше это марка Жаде Также в прошлый раз показывала вам зеленый песочек от этой марки и в этот раз я заказала в оттенке номер 55 Blue Shuga Вот такой темный синий песок и также он уходит в серебро немножко У этих лаков очень хорошая кисточка Она широкая довольно-таки и плоская Вот такая как лопаточка Но красить очень удобно Я когда ими крашу я ничего себе сильно не пачкаю И в один слой на ромашке он выглядит вот таким вот образом Очень красивый А вот зеленый который в прошлый раз показывала Зеленый уже в два Поэтому здесь тоже если второй слой нанести будет более насыщенный цвет Еще покажу вам три песочка Это малыши лимоней В прошлый раз также показывала вам два бутылька и в этот раз я решила купить аж целых три Вот такие красавчики Это фиолетовый коричневый такой шоколадный и нежно-нежно молочный розовый Фиолетовый это у нас идет номер 785 У этих лаков очень удобная кисточка Она коротенькая но с ней очень удобно работать С этой кисточкой вы не испачкаете себе вообще ничего даже не нужно сильно напрягаться В общем очень красивые лаки и очень удобно Очень они полюбились Я так часто говорю очень но просто действительно я сильно довольна покупками своими они все такие удачные поэтому не знаю какое еще можно слово подобрать кроме очень в общем 785 это вот такой фиолетовый 757 это вот такой шоколад и молочно-розовый это оттеночек 762 вот такой красивый песочек нежный и вот они на ромашке розовый в один слой коричневый шоколадный в один слой и вот он фиолетовый фиолетовый он идет такой как матовый песочек то есть особого глянца у него нет но очень классные лаки присмотритесь и стоят они не так уж и дорого с песочками все и теперь покажу вам краски для стемпинга отель корозон вот эту красочку 11 оранж калейдоскоп мне прислали взамен испорченного лака про который я вам рассказывала в своем первом обзоре в оттенке пич номер 10 прислали вот такую яркую оранжевую апельсинового цвета краску тоже очень приятно что как бы все равно это затраты это деньги и я написала менеджеру мне с удовольствием в общем они заменили и прислали пусть другой оттенок но все равно приятно на краске у меня будет отдельное видео сейчас я просто покажу вам вот так вот в бутылочках как они выглядят потому что на сайте не совсем понятно это у меня оттенок номер 17 это бирюза не так давно появилась эта краска краски отельку разон для стемпинга вот эти специальные лаки они очень хорошие очень мне нравятся действительно хорошо рисунки с ними переносятся следующая краска это зеленый неон камера сейчас идеально передает цвет это грин неон номер 16 вот такой потрясающий оттенок следующая красочка это еллоу неон желтый неон на лето такие оттенки будут вообще как нельзя кстати номер 09 футболь все стало дорожать с курсом евро и доллара поэтому и на русских сайтах тоже все дорожает поэтому я решила закупиться сразу побольше вот потому что по сравнению с первым своим заказом сейчас на некоторые позиции цены уже подросли вот еще одна красочка это номер 14 фуксия яркий такой красивый розовый цвет тоже на лето будет супер вот эти вот две красочки это новая коллекция зима нюдовые такие оттенки это оттеночек 81 бисквит и 84 менати в общем этот оттенок у нас идет такой нежный нежный разбавленный розово-бежевый а вот этот он уже идет серо лилово фиолетовый какой-то вот такой вот в общем очень классный я люблю такие оттенки на ногтях особенно на коротких они смотрятся потрясающе поэтому с удовольствием тоже с этим оттенком вот сейчас камера он камера его больше показывает фиолетовый но на самом деле нет он больше как бы в серый ну вот сейчас очень хорошо видно его цвет прямо идеально в общем я думаю что вы меня поняли и это оттенок номер 84 также отель коррозон я решила заказать попробовать из серии калейдоскоп cuticle defender это так называемая розовая штучка подобные продукты есть и у dance legend и у conat у conat они безумно дорогие у dance legend я сейчас пользуюсь довольно мне нравится и что же это такое это такая специальная жидкая лента которую вы наносите на область вокруг ногтей на кутикулу и можете спокойно делать градиент губкой потом водный маникюр окунать свои пальчики в воду с лаком и также стемпинг и когда вы закончите делать маникюр вы просто подцепляете уже высохшую вот эту розовую ленту и у вас чистые пальчики вам не нужно оттирать все это ацетоном жидкостью для снятия лака в общем у вас чистые ручки и как еще говорится что якобы она в это время ухаживает за кутикулой вот в этой бутылочке 15 15 мл стоит она относительно недорого поэтому тоже купила в запас даже еще не открывала но в общем она у меня будет в запасе стоять вот и последнее что я вам покажу уже в своем заказе тоже увидела объявление в группе вконтакте шарм бьюти что появились у них в продаже матовые помадки от турецкой марки Golden Rose лаки у них кстати всякие разные от Golden Rose тоже есть в больших количествах вот но в общем очень мне понравился дизайн вот этого футлярчика это у меня помадка в оттенке 02 и помада называется Velvet Matte и сейчас я вам покажу помаду тоже сейчас очень хорошо камера передает цвет вы можете ее видеть это такая темная припыленная роза или чайная роза не знаю как сказать правильно но в общем это темно-темно розовый цвет он такой натуральный я бы сказала и мне кажется это тоже оттенок он всем подойдет за счет того что стик идет вот так вот помада в такой форме этим кончиком очень удобно красить можно использовать даже без карандаша для губ без подводки специальной вот помада по консистенции своей она кремовая видите хорошо очень она пигментирована помада кремовая она не сушит губы очень комфортно в носке и она действительно дает такой хороший матовый финиш очень благородно смотрится вот ну сейчас вы ее видите немножко более так как бы поярче но на самом деле нет это оттенок такой спокойный в общем в общем помадку тоже рекомендую там было три оттенка но посмотреть свочи я нигде не могла поэтому я выбрала по своим в общем предчувствиям каким-то ощущениям выбрал средний оттеночек номер 02 вот и на этом покупке все и теперь покажу подарки за мой заказ мне в посылочку положили подарки это также от фирмы который я вот крем для кутикулы заказала мне еще положили вот от новостив профессионал размягчающий гелюход для удаления кутикулы также пока не открывала не пробовала здесь 20 миллилитров тоже положу в запас потому что у меня для удаления кутикулы очень много всего вот и также я безумный фанат различных сушек для ногтей и с удовольствием потестирую попробую вот такую замечательную сушку спрей для быстрого высушивания лака от Evelyn Cosmetics вот здесь 30 миллилитров мне кажется что хватит ее на очень долго в общем вот такой у меня получился большой заказ много всего и для ногтей и декоративная косметика и пилочка и в общем все 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 и краски для стемпинга и лаки и песочные и шиммерные всякие всякие разные вот на окраске сделаю отдельный обзор отдельное видео потестирую покажу как переносится надеюсь вам тоже будет интересно если вам мой обзор понравился то ставьте лайки мне будет очень приятно пишите комментарии задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео видео Продолжаем.